Друзья, я знаю, что многие из вас нуждаются в мотивации начать плавать. Многим из вас просто лень, либо не хватает стимула себя замотивировать. И сегодня я хочу вам рассказать, как за счёт плавания поменялась моя жизнь, и как мне удалось преодолеть 7 базовых страхов, которые обуславливали меня в течение жизни. И всё это лишь благодаря плаванию. Готовы? Ну что ж, тогда начнём. Первый страх, который мешает нам жить при условии, если мы с ним не работаем, это, конечно же, страх первой чакры, так называемая потеря здоровья. Вы знаете, когда я была маленькая, я родилась очень-очень больным ребёнком с хроническим пилонефритом. И по этой причине мне даже не давали справку в бассейн, чтобы начать плавать, но я была настойчива. И начав плавать, случилась та самая трансформация. Иммунитет включился, и хронический пилонефрит ушёл в небытие. С тех пор прошло 40 лет, друзья мои, 40 лет. Я каждый день плаваю. Так, вторая чакра за что отвечает? За страх одиночества, любимые. На самом деле, одиночество — это самая прекрасная и романтическая ситуация, которая может с вами случиться. Почему? Потому что мы пришли в этот мир одни и будем уходить одни. То есть мы приходим в одиночество и уходим в одиночество. Почему-то многие из вас больше всего на свете боятся быть один на один с собой. Но ведь вы — это Бог. Вы — это самое интересное, что только есть в этом мире. Познавайте себя. Выстраивайте диалог с собой. И плавание даёт вам возможность погрузиться в такую випассану. Медитативное молчание, где вы, разговаривая с собой, принимаете это одиночество и даёте возможность своему уму отдохнуть. Итак, страх одиночества. То есть когда я нахожусь в воде, одна как рыбка, я преодолеваю в себе эти страхи одиночества и говорю, что самое интересное, что есть в этом мире, это я сама. Именно так. Третий страх, который мне удалось преодолеть за счёт плавания — это бедность. Третья чакра отвечает у нас за финансовый поток. Когда я была маленькая, я говорила, мама, ну почему мы такие бедные, почему мы так скромно живём? На что мне мама говорила, Катя, бодривый коровий дворец рок не даёт. И это меня ещё больше стимулировало плавать. Я думала, ну же хорошо, если я хоть чего-то добьюсь в плавании, я смогу как минимум заработать на своём профессионализме. И так оно и случилось. Я по всему миру предлагаю свои уроки. И всегда группы людей набираются легко для тех, кому хочется привести своё тело в порядок за счёт плавания. Четвёртый страх, который существует — это страх, друзья мои, потери любви. Да, потери любви партнёра. О том, что нас не любят, нас не ценят, не замечают. Потери любви. На самом деле полюбите своё тело. И вы увидите, сколько позитивных эмоций даёт плавание. Потому что меняется состав крови. Вы будете очень много дышать. И за счёт дыхания, за счёт гипервентиляции обогащаются альвеолы, обогащается кровь кислородом. И повышается настроение. И когда вы в позитивном настроении, вы всем нужны. Все на вас обращают внимание. И все хотят вашей позитивной энергией наполниться. Поэтому, если у меня депрессивное состояние, и мне кажется, что меня никто не любит, я плаваю хотя бы по километру в день. Это 20 минут. А ещё лучше 2 километра. Это 40 минут. Но что такое 40 минут в течение 24 часов? Боже мой. Сущая ерунда. Пятая чакра. Наша Вишутха отвечает за критику. Страх критики. Нам кажется, если мы не умеем плавать, все будут критиковать, как мы неумело двигаемся. Но на самом деле, это всё от лукавого. Начните двигаться, и техника придёт. Если вам нужны базовые уроки, то у меня есть онлайн-уроки базовых 4 техник. Это кроль, брас, ботерфляй и кроль на спине. На самом деле, ничего сложного. То есть, осознанное движение. Потом оно синхронизируется со временем. Но для начала начните хотя бы вот так. Двигайтесь, 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 двигайтесь. И когда наработаете критическое, скажем так, количество движений, вам захочется освоить технику. И Кейт Спирит поделится с вами с большой радостью. Либо вы можете всегда найти в интернете обучающие уроки плавания. Следующее. Мы разбираем Аджню. За что она отвечает? О, друзья мои, за страх старости. Но на самом деле, старое и тряблое тело может быть только в том случае, если вы им не занимаетесь. А плавание как раз укрепляет мышцы. Позвоночный столб дает хорошую слаженную осанку, крепкую, крепкую спину. Ну и, соответственно, спортивное тело. Где вы видели обрюзших пловцов? Да вы что? Пловцы всегда имеют такую V-образную фигуру и раскачанные плечи. Вот как я, например. И последний страх – это страх смерти. Наша Сахасрара чакра отвечает за переход из текущей жизни в следующую. И в свое время я освоила фридайвинг и занырнула на минус 40 метров. С задержкой дыхания 5 минут 30 секунд. И вы знаете, я именно и пережила тот прекрасный переход, либо то состояние, которое называется бордо, когда мы меняем нашу текущую жизнь на следующую. То есть фактически пережила мгновение смерти – 5 минут 30 секунд. И вы знаете, это самый прекрасный момент, который был в моей жизни. Он сравни оргазму. Он сравни тому состояние, когда вы выпьете бокал вина и такое легкое состояние головокружения. Но потом, после шапанского, приходит некий откат, когда закисленное тело, болят виски, падает настроение, во рту кислинка. Так вот, плавание как раз дает вам возможность прожить это состояние бордо, почувствовать глубины себя через воду, услышать звуки воды, преодолеть свои страхи смерти и пережить его, трансформировать. Это такая медитация, такая глубинная медитация. Кто хочет научиться нырять и пережить это состояние бордо, приглашаю на свои авторские уроки, где даю специальные техники фридайвинга, базовые техники плавания, пранаяму, медитацию и даже расклад таро. И ароматерапию, которая также помогает трансформировать все вышеперечисленные страхи в мотивационные постулаты, которые формируют в вас личность, которые формируют в вас семь базовых качеств личности, которые отвечают за успех. Ну что ж, любимые, если вас замотивировала Кейт Спирит на плавание, то приглашаю на частные уроки. Всех люблю, обнимаю, всегда ваше, лайф-коуч семичакр. Пока-пока. Всех люблю.